Салям алейкум. Сегодня 14 сентября 2021 года. Я сегодня посетил Федеральную службу безопасности. Непосредственно встретился со своим подзащитным Ахтемом Азимзом Искендеровичем. В беседе мой подзащитный Ахтемов сказал, что те обвинения, которые ему сейчас приявили, он эти обвинения не принимает, он не совершал то, что ему вменяют, считает это оговором. Показания, которые он давал в присутствии бесплатного защитника по назначению, эти показания были неправдивы. Хочу отметить, что сегодня я был допущен в качестве адвоката. Мы заявили в ходатайство о дополнительном допросе. Мы указали в дополнительном допросе о том, что в связи того, что были приняты в отношении Азиза недозволенные меры, пытки электротоком, все данные показания им в присутствии защитника по назначению, мы просили признать их недопустимыми. В дальнейшем было проведено еще с моим участием одно следственное действие, очная ставка с перевозчиком Набиевым, в котором мне стало известно о том, что его тоже более двух суток удерживали в следственном управлении ФСБ данного гражданина, допросили в качестве свидетеля, провели очную ставку с моим подзащитным, где также мы отказались до каких-либо показаний. Но, в принципе, что мне стало ясно, что данный свидетель дал показания о том, что он был свидетелем того, что он возил моего подзащитного Херсон на получение, сдачу документов на загранпаспорт. Это было по факту то, что подтвердил этот свидетель. Хочу сказать, что моим подзащитным было также даны пояснения, что в отношении его применялись меры недозволенного характера, меры физического и психологического давления, которые в последующем послужили тем, скажем, основанием, тем, что он дал и оговорил себя, дал признательные показания. Показания, которые давались ему под видео, они были даны под именно давлением. В настоящий момент, скажем, мой подзащитный, вот уже двое суток каждый день привозится в следственное управление ФСБ. Согласовано было со следователем Шестюковым, Валерием Романовичем, что на этой неделе больше не будут никаких следственных действий проводиться. Но на следующей неделе планируется еще якобы какие-то следственные действия с участием моего подзащитного. В основной части, хочу сказать, что мы не признаем абсолютно предъявленные нам обвинения, будем добиваться, скажем, справедливости и правды. Но правда состоит в том, что данного факта не было, и мой подзащитный не участвовал в том, в чем ему обвиняют. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова